Русские народы 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 и он раскололся за день, за полдня. Исследования показывают, что даже 60% невиновных сознаются, когда им говорят, что против них есть серьезные доказательства. 60%, 25% осужденных, которых оправдали, тоже признавались. Я не представляю, что можно признаться в убийстве, которое не совершало. И этому мы, дорогая Кейбл, и противостоим. Все остальное в этом деле второстепенно. Но когда доходит до ложных признаний, все непросто. Что-то произошло, а что непонятно. Если мы сосредоточимся исключительно на признании, то мы упустим основную картину, люди знают. Айзек, выдохните. Доктор Булл, я думаю, вы недооцениваете возможности, которые дает нам это дело. Да, недооцениваю. Всему свое место и время. Сейчас не то время. Наша задача — получить для Ричарда оправдание. На тестовом суде нам сказали, что все вертится вокруг признания. Как мы покажем, что его принудили? На отборе присяжных. Нам нужны те, кто поддается принуждению. А потом мы с вами, Айзек, выясним, какими методами из Ричарда выбивали фальшивое признание. Тогда все, что нам нужно, это заставить присяжных понять, что если бы они были в подобных обстоятельствах, они бы тоже дали ложное признание. Чанг, Кейбл, подготовьтесь к 11-часовому просмотру. Просмотрите каждую минуту допроса Ричарда. Я сделаю попкорн. Без масла. И запиши каждую технику, которую использовали во время допроса. Дэнни? Да. Они так и не нашли арматуру, которую убили Лейлу. Я проверю место преступления. Отлично. Наша культура достигает переломного момента, доктор Булл. Как и я, Айзек. Вот в чем дело. Вы знаете, что лучше, чем оказаться правым? Оказаться правым и победить. Так что приберегите свою речь, пока не окажетесь на ступенях суда со своим оправданным клиентом. Хорошо. У вас есть синий костюм? Нет. Хорошо. Чанг, нам надо его приодеть. Детектив Мерфи, спасибо за доступ к месту преступления. Я помогаю бывшим копам, даже если это бывшие федералы. К тому же кто-то из органов должен вас сопровождать. Для меня непривычно видеть вас с пустыми руками, понимаете? Обычно я вижу федералов, когда они собираются испортить мне дело. Разбирайтесь со всеми, и нам не надо будет приезжать. Ладно. Здесь нашли ее тело? Рядом с мусорным баком. Трагично. Вы предполагаете, что орудие убийства арматура? Да. Рана на ее голове соответствует по форме и размеру куску арматуры, который мы нашли на стройке неподалеку. Я не вижу на стене следов от ударов. Мы думаем, что он наносил удары по голове в вертикальной плоскости, насколько нам известно. Вот почему кровь была только на бачках. Что тут у нас? Что? Вы что-то видите? Возможно. Дайте мне пакет. Что вы нашли? Что это за чертовщина? Может быть что-то, а может и ничего. Думаю, мне следует это забрать. Да, наверное, стоит. Остров Райкерс. Что это все? Мы подумали, вы не прочь перекусить. Пластиковый нож? Вы все еще в тюрьме. Это хорошие продукты. Так, вы обучались классически? Нет. Я набирался опыта в небольшом заведении в буфете Сизлар. От буфета до неплохого ресторана. Вы проделали долгий путь. Да, верно. Я работал в заведении под названием Пасха последние годы. Я начинал младшим поваром и прокладывал свой путь наверх. И там вы встретили Лейлу? Она. Она пришла однажды вечером на ужасное свидание. У меня был перерыв, и я видел, как тот парень что-то пытается. Было очевидно, что ей не нравится, так что я спас ее. Она подождала, пока не закончилась моя смена, и я приготовил нам поесть. Это было наше первое свидание. Вы хоть догадывались, что она дочь миллионера? Она никогда не ставила это между нами. Деньги не имели значения для Лейлы. С чего бы ей тогда выходить замуж за бедного повара? Может, она вас что-то увидела? Я не знаю. Она всегда говорила, что хотела инвестировать в меня. Открыть ресторан вместе, но я... Я не хотел, чтобы наши отношения на этом строились. Ладно, держите. О, тартар из копченого лосося под укропным соусом. Ладно, попробуем. Прекрасно сделано. Взгляните на эту улыбку. Вот такой Ричард нам нужен в суде. Уверенный в себе и в своих силах. Присяжный видит тебя на видео с признанием совсем разбитым. Думаю, пора им увидеть настоящего тебя. Вуаля! Я не понимаю. На всех экранах одно и то же. Нет, нет. Я потратила последние 36 часов, устанавливая коэффициент принуждения. Можешь объяснить по-английски? Это ключ к свободе Ричарда. Теперь мы можем оценить склонность каждого присяжного к принуждению. Программа оценивает модель разговора, как часто наши присяжные становили жертвами интернет-мошенников или не могли отвязаться от телемаркетинга. Это работает. Погоди, более доверчивый присяжный будет за Ричарда? Не просто доверчивый, а восприимчивый. Нам нужны люди, которые могут понять, как Ричард мог признаться в преступлении, которого даже не совершал. Если коэффициент больше восьми, берем. Если ниже трех, точно не берем. Бенни, это вопросы. Отдай их Айзеку. Это будет забавно. Вы можете начать, господин адвокат. Что если я скажу, что пока мы сидели в суде, ваш автомобиль эвакуировали? Возражаю, Ваша честь, он провоцирует присяжных. Он серьезно? Мою машину эвакуировали? Да, советник, вы серьезно? Чисто гипотетически. Ничью машину не эвакуировали. Позвольте перефразировать. Рокос Локайн, да? Какой у него КП? Какой что? Какой КП? Коэффициент принуждения. При неприятных для него обстоятельствах. Типа ложного признания. Или, например, брака. Миленько. Мне нравится КП. У него 8,4. Точно наш чувак. Так, судя по его постам в Фейсбуке, он жаловался, когда в компании вели получасовые обеды. И его понизили. Дважды. Все еще там работает. Дважды понизили? И не ушел. Ладно. Лемминг. Бедняга с моста бы сиганул, если бы ему приказали. Я бы спрыгнула с моста. Ради тебя был. Да. Потому что я был бы под ним и ловил бы тебя. И вы оба умерли бы от падения? Кейбл. Что? Я констатирую факты. Она не права. Я очень сильный. Хорошо. Чисто гипотетически, могли бы вы неверно истолковать парковочные знаки, и вашу машину бы эвакуировали? Я думал, что еду по указателям. Вы уверены? Может и нет. Прогнулся за 30 секунд. Добро пожаловать в присяжные, Рокко. Защита удовлетворена. Сэр, прошу прощения, позвольте задать вопрос. Нет, даже не пытайтесь. Если вы эвакуировали мою машину, то пока я не вышел из этой комнаты, вы должны вернуть ее обратно. Арнольд, начальник смены в маленьком магазине. В подчинении 8 человек. КП 1-9. Иммунитет к оправданиям, даже если они обоснованы. Этот парень не представляет Ричарда иначе, кроме как виновным. Мы хотим использовать отвод этого присяжного. Мэм, я знаю, мы говорили, что нужно избегать пирамид. Привет. Привет. Слышала, что у нас 9 присяжных с высоким КП. Это обнадеживает. У нас есть еще трое, которых почти невозможно убедить в ложности признания Ричарда. Как там твой тур по месту преступления с Мерфи? Думаю, я поняла, почему Копа не нашли орудие убийства, потому что это орудие убийства. Мусорный бак? Я думаю, что убийца разбил ей голову об него. Видишь, как рано совпадает со стержнем на мусорном баке. Обвинение знает об этом? Не хотела выдавать свою теорию. И это не оправдывает Ричарда. Это всякое лучше, чем арматура. Мы можем провести тест ДНК? Нет. Прошел дождь. Он все смыл. Облом. Что ты думаешь о Мерфи? Он мне нравится. У меня много таких друзей, как он. Я понимаю, почему он считает, что убили арматурой. Вокруг места преступления полно строительного мусора. Мерфи думает, что поймал того. А еще я нашла это. Застряла в бачке. Видишь? Это стекло? Да. И я понимаю, почему Копы это пропустили. Я сама чуть не пропустила. Покажем эту фотку эксперту по стеклу. Туда я и собиралась. Всегда на шаг впереди. И давай найдем причину, по которой на рубашке Ричарда оказалась кровь Лейлы. Кроме убийства. Доктор Болл, мы вам доверяли, а вы решили помочь убийце. Как насчет Лейлы? Миссис Эвертон, я знаю, что это трудно для вас обоих, но всплыли определенные обстоятельства. Сукин сын. Уверен, что не хочешь поехать в больницу? У тебя может быть сломана челюсть? Она не сломана. Я и раньше получал по морде. Подруги не в счет. Кстати, я поняла, почему на рубашке Ричарда была кровь Лейлы. Она помогла убрать кусочки разбитого стекла. Посмотри на это. Видишь, как она берет его за руку? Умничка. Теперь нам надо сосредоточиться на признании. Что там с присяжными? Выслушав прения сторон, двое наших присяжных усомнились в полиции. И уже склонны верить, что Ричарда вынудили признаться. Судя, я ожидал 12-0, но у нас уже кое-что есть. Семь других с высоким КП. Коэффициент принуждения? Прикольно. Спасибо. Но, несмотря на их показатели, они открыты выслушать аргументы обеих сторон. Им нужны доказательства, что детектив Мерфи выбил признание. Нам предстоит куча работы, но я уверена, что мы можем на них повлиять. Эти трое, насчет которых я беспокоюсь. Лили, Венди и Дак. На них мы сосредоточим нашу речь. Дак играет в хоккей за Бостонский колледж. Он неплохо играет под прессингом, поэтому ему трудно понять, как Ричард мог сломаться. Венди, 42 года, программист, любит систему и порядок. Эту бомбу на предварительном слушании мы разрядить не смогли. Мы покорим эту вершину. Я собираюсь серьезно поговорить с нашим Клэренсом Дарроу. Детектив Мерфи использовал психологические техники, чтобы заставить Ричарда дать ложные показания. Вы собираетесь использовать их на мне? Нет. Вы сделаете так, что Мерфи сознается в суде, что он их использовал. Каждую из них. Мы знаем, что по крайней мере девять присяжных попадались на обман или принуждение в своей жизни. И когда они поймут, что Мерфи использовал эти техники, чтобы выбить ложные признания из Ричарда, они встанут на нашу сторону. Детектив Мерфи, давайте поговорим об одиннадцати часах, когда вы... Одиннадцать часов вы добивались признания от моего клиента. В убийстве, да. Сколько раз Ричард говорил, что он не виновен? Я не могу сказать. Все, что я знаю, он заявил, что виновен. Один раз. Но перед этим... Пятьдесят девять раз Ричард говорил вам, что не убивал Лейлу Эвертон. Это похоже на правду. Это будет первым гвоздем, который вы всадите. Психическое истощение. Психическое истощение. Гнуть свою линию, я прав? Виновен, значит, виновен. Не важно, когда это сказано. Тогда двигаемся дальше. Вторая техника. Обещание спасения. Детектив Мерфи. Ричард был истощен, ему было некомфортно, у него была клаустрофобия. Вы... Говорили ему, что он мог бы выйти отсюда, если признается в убийстве Лейлы. Вы спрашиваете, подловил ли я его? Нет. Я говорил ему, что станет легче, если он скажет правду. Я же сказал вам, что не убивал Лейлу. Вы можете отпустить меня домой. Эй, послушай, пока ты не признаешься, что ты с ней сделал, ты никуда не пойдешь. Похоже, мы проверили тактику номер два. Перейдем к тактике номер три. Предложение вознаграждения. Детектив Мерфи. Не это ли вы использовали вот здесь? Так. Пожалуйста. Я очень хочу пить. Начни говорить о том, что случилось в переулке, и я достану тебе целую банку воды, если хочешь. Взгляните на это. Три из четырех. И еще одна для комплекта. Поговорим о заключительной технике. О языке вынуждения. Вы использовали в беседе с Ричардом выражения, которые конкретно, точнее дословно, были в его признании. Не важно, что я говорил Ричарду. Ясно? Если ты не виновен, то ты так и скажешь, несмотря ни на что. И даже после одиннадцати часов допроса... Посетите тюрьму. Каждый убийца за решеткой клянется, что не делал этого. Он не делал этого. Ричард только что узнал о смерти невесты. Я согласен с детективом. Как бы на меня не давили. Если я не виновен, я бы никогда не признался. Вы подкалывали его и искажали слова, пока он не отчаялся найти другой выход. Вы не думали, что, возможно, подталкиваете невиновного человека к признанию преступления, которое он не совершал? Никогда. Я не спешу делать выводы, пока не услышу Ричарда. Что-то есть в нем. Он выглядит виновным. Как так? Троих людей еще не убедили. Они хотят услышать вас. Если они хотят меня услышать, тогда я хочу высказаться. Думаю, вы еще не готовы. Ваши эмоции не остыли. Вы бы могли со мной поработать. Чант говорит, что вы лучше в подготовке свидетелей. Я могу показать вам, как обвинение будет вести себя в суде, но вам вряд ли это понравится. Присядьте. Когда Гэвин Эвертон сказал вам, что вы не лучшая партия для его дочери, вы разозлились, не так ли? Мне плевать, что думает Гэвин Эвертон. Да вы оглянитесь вокруг. Все эти богатые девушки и их богатые друзья смотрят на вас высоко. И вы думали, что, может, Лейла тоже видит вас таким? Нет. Нет, сэр. Она любила меня, мы были помолвлены. Сколько? Пару недель? Все уже разваливалось? Да бросьте. Я думаю, вот как все было. Слова Гэвина задели вас. И вы знали, что Гэвин был прав, потому что в глубине души он задел вас за живое. Он был прав. Вы были не парой для Лейлы. Только не такой, как вы. Вы ее не заслуживали. Все было не так. И тогда вы последовали за ней в переулок. Я не... я не следовал за ней в переулок. На видео вы сказали именно это. Вы солгали тогда или сейчас? Я не лгал, я пытался... Бросьте, скажите мне правду. Давайте уже закончим этот фарс. Вы пошли за ней, без намерения что-то сделать. Но это случилось. Хотите, чтобы я сказал, что убил ее? Ладно, я перетащил ее тело к баку, как кусок мусора. Довольны? Присяжным это понравится. Вот что я имел в виду под неостывшими эмоциями. Подождите минутку. Откуда вы узнали, что ее тело перетащили? Я не знаю. Мы никогда не говорили об этом. И это никогда не упоминали в суде. Должно быть, Мерфи говорил мне. Не все ли равно? Показательный разгром Мерфи дал нам двух присяжных, но у нас еще есть пять неопределившихся и трое против нас. В ходе допроса Мерфи сказал Ричарду, что тело Лейлы перетаскивали. Ладно. Эта информация была доступна лишь через два дня после признания, потому что была только в отчете судмедэксперта. Если информация была недоступна на тот момент, как Мерфи узнал, что ее тащили? Должно быть, кто-то ему рассказал. Так что, похоже, Мерфи скрывает свидетеля. Или покрывает реального убийцу Лейлы. Мы показали присяжным, что делал детектив Мерфи, чтобы получить признание. Но присяжные все еще доверяют ему. Это невероятно. Так что вы думаете? Мерфи защищает кого-то, кто что-то знает об убийце? Вряд ли, что он осознанно защищает убийцу. Думаю, он просто не хочет раскрывать своего информатора в криминальных кругах. Каждый свидетель должен быть занесен в отчет, даже информаторы. Это интересно. Если мы сможем доказать, что он намеренно опустил осведомителя и ключевого свидетеля в своем отчете, мы подорвем его авторитет и сможем заполучить остальных присяжных. Ты хочешь снова допросить Мерфи? Думаете, это убедит присяжных? На последнем допросе я от него камня на камне не оставил, и склонились лишь двое. Теперь мы можем посягнуть на его авторитет, а не на его технике. Вы с ним справитесь, Айзек. Я вам помогу. Я уже противостоял подобным копам. Они кремеют. Присяжные хотят верить им. Дэнни, выведи информацию по Лиле. Ее парень потерял работу, и у них была серьезная ссора, и она подала на судебный запрет сегодня утром. Значит, разговоры о финансовых проблемах Ричарда ее не тронут. А вот проступок Мерфи может. Время поговорить на чистоту, Ричард. Я не убивал Лейлу. Ты перетащил ее тело к мусорному баку. Ты бросил ее там, как кусок отбросов. Нет, неправда. Не могли бы вы рассказать суду, почему сказали «тащил ее как мусор»? Я сказал лишь то, что было. Это девятый час допроса из мучительных одиннадцати. Вы считаете себя солидным детективом, не так ли? Более чем. Я согласен. У вас отмечено много деталей. Но нигде в ваших заметках не отмечено, что тело Лейлы тащили. На самом деле, первое упоминание имеется в отчете судмедэксперта, который здесь у меня. Не могли бы вы прочесть дату данного отчета? 25 октября. Спустя два дня после признания Ричарда. Я прав? Знаете, я никогда не был силен в математике. Прошу меня простить, я пытаюсь во всем разобраться. Если вы не знали, что тело Лейлы тащили до признания Ричарда, то почему говорили об этом на видео? Я не могу разглашать свои источники. Это конфиденциальная информация. Так значит, есть очевидец убийства Лейлы Эвертон, чей донос вы использовали, чтобы получить признание от Ричарда Флира. И вы не отметили это в отчете? Все верно. Я знаю, что полиция вправе лгать подозреваемым с целью получения признания. Но это нормально, опускать такую информацию. Об этом я даже не думал. Учитывая, что кто-то может получить пожизненный срок и то, насколько вы щепетильны в остальном, можете объяснить, почему столь важная деталь даже на секунду не задержалась у вас в голове? Да, потому что как офицер я должен защищать своих информаторов. И я поддерживаю его. И признание в убийстве, которое получил в итоге. Файт желтых становится зелеными. У нас прогресс, но еще есть над чем работать. Трое красных не шелохнулись. У красных слишком низкий КП. Точно не наши люди. Эй, Чанг, можно тебя на минутку? Да. Есть идеи, что это? Я обращалась к специалисту по стеклу, он не смог опознать это, но сказал, что это может быть скол. Скол? Дай посмотрю. Если угадывать, я бы сказал, что это запонка. Я заказывал кучу таких для фотосессии пару лет назад. Вся коробка пришла разбитой. Дешевые запонки на благотворительном мероприятии? Я бы начал с обслуживающего персонала. Спасибо. Так как мы убедим троих наших красных присяжных в невиновности Ричарда? Мы заставим их почувствовать, через что прошел Ричард. Ты хочешь арестовывать и допрашивать несогласных, пока не раскурются? Нет, этого мы делать не будем, но мыслишь верно. Мы на них просто слегка надавим. Взгляните на это. Это на удачу. Нам лучше поторопиться, процесс скоро начнется. Вы наверх? Извините. Вы не на... На стороне защиты, поэтому мы не можем обсуждать дело. Или Джайанс. А почему Джайанс? Ну, мы же не хотим их сгладить, правда? Вот незадача. Мы застряли. Сглазили. Застряли? Только не это. Мы не можем застрять. Мне не нравится замкнутое пространство. Просто дышите. Что нам делать? Нажмите на красную кнопку. Потяните. Это хороший звук. Охрана, что у вас случилось? Мы застряли в шестером в лифте в здании суда. Пришлите кого-нибудь, чтобы нас вытащили отсюда. Оставайтесь на месте, мэм. Что значит оставайтесь на месте? Вентиляции нет. Давайте сохранять спокойствие. Вы уже в пути? Мы связались с техподдержкой. К сожалению, у них сегодня очень много вызовов. Вам придется подождать. Сколько? Всего пару часов. Пару часов? Вы присяжные в суде. Оставайтесь на месте, пожалуйста. Что нам делать, если кто-то захочет в туалет? Все будет хорошо. Давай. Добавь немного жару. Нам надо отсюда выбраться. Я уверена, что вызов неотложки сработает. Нет, у нас могут быть проблемы из-за этого, верно? Да. Это и есть неотложный случай, да? Сердечный приступ. Давайте им позвоним и так и скажем, ладно? Кейбл. Кейбл. Я же говорила, не подпускайте меня к такой власти. Я просто слегка спустила тормоза. Все нормально. Расслабься. Собрать, чтобы выбраться отсюда. Я в деле. Я тоже. Я тоже, да. Здравствуйте. Это снова люди из лифта. У нас тут кое-кого сердечный приступ. Нам срочно нужна помощь. Это неотложный случай. Мы можем отправить к вам пожарных. Но сначала не могли бы вы описать симптомы? Борь в груди, покраснение лица, проблемы с дыханием. Я уверена, что это сердечный приступ. Вот так. То, что мы и хотели. Они наши. К счастью, питание восстановлено. Я связалась с департаментом, и они сразу высылают вам скорую. Не берите в голову. Ложная тревога. Да, не весело получилось. С глаз нет. У Джайнс все получится. Мой вам совет. Идите по лестнице. Всего за 10 минут. Представь, если бы это было 11 часов. Кто разрешил лишние толчки? Скажи, Кейбл, что она моет посуду всю неделю. Момент истины. Удачи. Хорошо. Я несколько скорректировал финальную речь. Я не понимаю. Это победная речь. Доверьтесь мне. Вы можете верить очевидцам, а можете верить уликам. Но сильнее всего, вы можете верить в слова из уст подсудимого. Когда он сказал, я убил Лейлу Эвертон. Люди все время лгут. Это правда. Но они лгут, чтобы выйти из тюрьмы, а не попасть в нее. Если вы говорите, что сделали это, то вы это сделали. Это определение простого и понятного дела. Да, это правда. Ричард признался. Один раз. Но он проповедовал свою невиновность 59 раз. Если бы у Ричарда были деньги, с ним в комнате допроса был бы адвокат. Ричард вышел бы через несколько минут, а не часов. Будь у него деньги, он никогда бы не признался под принуждением. Но у Ричарда нет денег. И ему достался я. Каждый раз кто-то вроде меня помогает невиновному человеку. Детектив Мерфи выбил из Ричарда признание. А без этого признанию всех вас есть обоснованные сомнения. Сколько бы вы продержались в комнате допроса? При определенных обстоятельствах Ужас Страх Клаустрофобия Вы не думаете, что могли бы Запаниковать и убедить себя сказать неправду? Если только это поможет вам выбраться. Как чувствуете себя? Не уверен. Немного в шоке. Я не знаю, как вас благодарить. Ну, пока что рано меня благодарить. Знаете, когда я был с Лейлой, я всегда чувствовал, что все возможно. Она единственная, кто правда в меня верил. А теперь ее нет. Послушайте, Ричард, какое бы решение не приняли присяжные, Помните о чувстве, которое она вам дала. Потому что то, что увидела в вас Лейла, все еще там. И я первым забронирую столик в ресторане, который вы откроете. Какого черта вы отказались от денег из-за меня? Было время, когда Я вел дела только ради денег. Но больше я так не делаю. Присяжные вернулись. Ладно. Нам пора. Зачитайте, пожалуйста, приговор. По обвинению в убийстве первой степени. Что вы скажете? Мы признаем подсудимого Ричарда Флира Невиновным. Леди и джентльмены, господа присяжные, спасибо за вашу службу И за то, что были частью судебного процесса. Спасибо. И все свободны. Думаю, теперь я могу поблагодарить вас. Пора открывать ресторан. Хорошо. Сомнения могут быть обоснованными, доктор Булл, Но меня они не убедили. Я говорил, что добьюсь правосудия для Лейлы. В каком смысле? Моя коллега только что вышла на настоящего убийцу. Завтра встречаюсь с Ником, и это сводит меня с ума. Давай, разболтай конец истории. Прочти последнюю страницу романа и выдай все. А если я просто покажу? О, вау. Так он из эпохи Возрождения. Вот почему ты должен был знать. Нет, я не позволяю лезть ко мне в голову, предпочитаю удивляться. А теперь, когда он все скажет, придется притворяться. Вопрос в том, как ты органично впишешь это в вашу беседу. Я подхватил пару техник допроса. В библиотеке. Прекрати. Просто хватит. Ты хочешь, чтобы я снова поговорил с твоей мамой? Нет. Это искупление детектива Мерфи. Помните кусок стекла, который я нашла? Это от запонки за 12 долларов. Так что я прошерстила всю обслугу и вышла на друга Ричарда, который имел погашенную судимость за домогательство. Парня зовут Доминик. Запонка доказывает, что он убийца. Это он рассказал Мерфи, что видел, как Ричард убивает Лейлу. Но когда мы допрашивали его час назад, Доминик сознался. Так что Мерфи не знал, что его информатор был убийцей. Он ему доверял. Неприятно вышло. Ты полна сюрпризов. Что это? Это от Авертонов. Они были в полицейском участке, когда Доминик признался. Передали тебе. Сказали спасибо, что сдержал слово. Тут наш полный гонорар. Салют. Переводы для народа от букмекера FonBet. Делайте ставки на спорт и выигрывайте на FonBet5.com. Добавьте FonBet в Вайбере по запросу «Собака Фон» и в Телеграме по запросу «Собака Фон Бет Бот» и будьте в курсе всех важных событий. FonBet5.com. Русские народные ставки. Сериал, переведенный, озвучен проектом NewStudio.tv в 2016 году. Субтитры создавал DimaTorzok